На месте когда-то яблонево сада, сегодня помойка, которая скорее всего будет только разрастаться. Этот заброшенный участок в поселке Чапаево, как выяснилось, убирать от мусора некому. В администрации Орджоникидзевского района по нашей просьбе выяснили, что у разрушенного хозяйского дома есть и адрес, улица Гленки, 34 и собственники. Живых из наследников, кто узаконил свои права на землю, сейчас 5 человек. Но связаться с ними невозможно. А если по документам владельцы участка есть и не один, то районные власти хозяйничать там и наводить порядок не имеют права. Лиц без определенного места жительства такие бюрократические преграды вовсе не смущают. Там и костерок у них, там у них и чайничек, и все. Вот это вот сейчас лето, жара и пожары. Пожалуйста. Они тут еду готовят, они тут живут, они тут цирк, они тут на деревьях протягивают ветку и ее стирают. Самое главное вот это помойка, потому что оттуда идут вот с этими мешочками. Они раз вот сюда и швырнули, вот раз там вот через забор и к нам попадали. Как много в нашем городе заброшенных участков в частном секторе ведется ли их учет и как решается проблема таких заброшенных земель, эти вопросы мы адресовали Управление архитектуры и градостроительства администрации Магнитогорска и получили письменный ответ. В связи с тем, что в законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие «брошенный участок», учет таких земельных участков не ведется. Работа по поиску владельцев таких брошенных земельных участков ведется исключительно в тех случаях, когда в администрацию города поступает заявление о его предоставлении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова